Байкова Лея Рафиковна Байкова Лея Рафиковна Сюда приходят и учителя и дети Поэтому место это всем знакомо в нашей школе и, я думаю, любимо Кроме того, Вы видите, что кроме основного фонда В нашей школьной библиотеке имеются и компьютеры На которых закачаны электронные ресурсы, информационные ресурсы О чем я Вам расскажу сегодня, рассказывая о своем опыте работы Ну, вот так мы трудимся, наверное, так же, как и вы. И несмотря на то, что мы самая обычная библиотека, сегодня я расскажу вам об опыте, который, я думаю, вы примените в своей жизни. И начнем мы с замечательной темой, которая, я думаю, будет интересна многим библиотекарям города Казани и не только города Казани, но и республики. Лаборатория заведующей школьной библиотеки. Немного предыстории. В 2018 году в городе Казани проходил профессиональный конкурс заведующих школьных библиотек, который предоставляли и показывали на суд компетентного жюри лаборатории школьной библиотеки. Нам тоже посчастливилось участвовать в этом конкурсе и занять почетное третье место. Замечательный русский писатель Герцин сказал, библиотека – это открытый стол идей, за который приглашается каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет. Это запасной магазин, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост. Так и лаборатория заведующего школьной библиотеки напоминает нам магазин, куда одни кладут свой опыт, свои наработки, свои знания, а вторые, которые еще не имеют достаточного опыта или которые хотят подчеркнуть что-то новое, могут взять и использовать в своей работе. Лаборатория, как и положено, состоит из нескольких структурных подразделений. Первым и основным структурным подразделением нашей лаборатории является нормативно-правовая база функционирования школьной библиотеки. Естественно, работа любого структурного подразделения, будь то школа, будь то какие-либо отделы или организации, всегда базируется на нормативно-правовой базе. Так и, казалось бы, как ни странно, и наша школьная библиотека в своей работе всегда, в первую очередь, должна опираться на нормативную базу. Из чего же состоит нормативная база школьной библиотеки? Базируется она на четырех основных направлениях. И первое, с чего мы всегда начинаем нашу работу, это с международных документов. Многие коллеги, наверное, удивятся и не согласятся, может быть, со мной, посчитают, в какое отношение имеют международные документы к школьной библиотеке. Но, тем не менее, всегда при разработке основных документов в основу основ кладутся международные документы. Создавая нашу библиотеку, создавая нашу лабораторию, извините, оговорилась, мы делали ее в трех вариантах. Это электронный вариант, который сегодня я вам покажу, и это печатный вариант, который более удобен для удобства. Давайте посмотрим, что представляет собой электронный вариант в нашей библиотеке, лаборатории. Итак, посмотрите, в нем также имеются вот эти основные разделы, которые международные, федеральные, региональные и те, которые разработаны у нас. Итак, международные документы. Итак, международные документы. К международным документам относятся документы, которые в основном разрабатывает организация под названием ИФЛА. Кто не знает, что в прошлом, в 20-х годах, 19-го века была создана международная организация, которая называлась ИФЛА. Это Международная федерация библиотечных ассоциаций. На сегодняшний день она включает 7 крупных подразделений, которые создают документы на 7 языках. На русском языке такое подразделение находится у нас, штаб-квартира в городе Москва, и является таким ведущим для всех библиотек России Государственная библиотека Российской Федерации. Итак, какие документы мы можем использовать при работе в школьной библиотеке? Это конвенция о правах ребенка, декларация прав ребенка, манифест школьных библиотек, манифест ИФЛА о поликультурной библиотеке, руководство ИФЛА для школьных библиотек, различные материалы, в том числе и материалы ЮНЕСКО. Следующий раздел нормативно-правовой базы – это федеральная нормативно-правовая база. Если вы внимательно посмотрите на представленную диаграмму, обратите внимание, что она включает несколько элементов. Это и федеральные законы, которые хорошо вам известны, и которые мы используем в своей работе. Это постановление и письма правительства Российской Федерации, приказы Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства культуры. Нужно обратить внимание на то, что, несмотря на то, что школьные библиотеки входят в систему образования, тем не менее, во многих аспектах мы обращаем внимание и на приказы Министерства культуры, поскольку оно курирует библиотечные дела Российской Федерации. Наконец, это наша основа, основа ГОСы начального общего образования, общего образования и среднего общего образования, общего основного образования. Ну и, наконец, ГОСы по библиотечному делу. Вот тут многие, кто недавно пришли работать в школьную библиотеку, особенно кто не имеет специальности библиотечной, наверное, столкнутся в первый раз с таким документом, как ГОС. Что же такое ГОС? Это государственный стандарт по библиотечному делу, на котором мы должны опираться в своей работе. Вот в своей электронной версии лаборатории школьной библиотеки мы включили несколько ГОСов, все они есть у нас, как в электронном варианте, так и в распечатанном. Приблизительно открою, чтобы вы понимали, о чем идет речь, как выглядит ГОС. Вот ГОС 7-0-99-СИБИТ, информационно-библиотечная деятельность библиографии, которая регламентирует всю библиотечную деятельность, каким образом она должна осуществляться, как вести. Кого заинтересуют ГОСы все есть в открытом доступе в интернете, вы можете найти, внести в свою лабораторию или внести в свои документы и затем использовать в своей работе. Ну а мы возвращаемся в нашу лабораторию и смотрим следующие документы, которые мы можем использовать. Это региональные документы. Поскольку все мы трудимся на территории Республики Татарстан, естественно, помимо документов Российской Федерации в своей работе мы опираемся и на региональные документы. Существует три основных документа, которые регламентируют деятельность школьной библиотеки. Ну и естественно, это закон об образовании Республики Татарстан. Это закон Республики Татарстан о государственных языках, Республики Татарстан и других языках. Ну и закон о библиотеках и библиотечном деле. Уважаемые коллеги, все эти законы, они мобильны, поскольку бывает, что вносятся в них определенные поправки и изменения. И поэтому, когда делаем ссылки на такое законодательство, мы должны четко отслеживать, в каком году, с каким приказом были внесены те или иные изменения. Ну а мы движемся дальше и смотрим четвертую часть наших нормативных документов. Это те документы, которые разрабатываются у нас. Вообще образовательные организации в школе. Или, попросту говоря, локальные документы. Наверное, ближе вам это название, вы слышали его. Ну и самых известных, которые вы часто используете в своей работе, точнее, они должны быть у вас, эти документы обязательно. Это положение школьной библиотеки, которую мы разрабатываем, положение в библиотечном фонде, правила пользования школьной библиотекой, инструкция по технике безопасности. На усмотрение администрации вашей школы могут быть разработаны другие локальные акты, например, по пожарной безопасности и так далее. Для вашего удобства, для того, чтобы сориентироваться в таком потоке, достаточно большом потоке нормативных документов, существует два замечательных сайта, которые я очень рекомендую к использованию в своей работе. Потому что не всегда мы можем отследить законодательную базу, те изменения. А для удобства библиотекарей существует два замечательных сайта, которые помогут нам сориентироваться и найти необходимые документы. Вы знаете, что с 2016 года библиотека Ушинского стала нашим методическим центром для школьных библиотек России. Если вы зайдете на этот сайт, для школьных библиотек представлен достаточно большой раздел нормативно-правовых документов, также методических материалов, банк часто задаваемых вопросов. Он очень, кстати, актуален, и я думаю, что, наверное, в ходе лекции вас познакомили с ним. Архив мероприятий и также опыт 85 субъектов Российской Федерации. Необходимо зайти, значит, на этот сайт, зайти в раздел «Документы». Вот сейчас я вам показываю скриншот оттуда, и вы увидите перед вами 10 делений, структурных подразделений, в каждой папке из которых представлены вам необходимые документы. Вы кликаете на интересующий вас сайт, например, «Федеральное законодательство». Открывается ваша папочка, и перед вами выходят все основные новейшие законы, которые регламентируют деятельность школьной библиотеки. Вы видите вот «Федеральные законы» и так далее. Вы можете загрузить его в электронном виде и у себя иметь на рабочем столе, либо в распечатанном виде. Следующий раздел, который я тоже хочу обратить ваше внимание, это методические материалы. Библиотека Ушинского составляет достаточно грамотные, достаточно простые в своем понимании документы методические, которые очень помогут тем коллегам, которые только пришли на работу в библиотеку и хотят использовать их в своей работе. Есть методические рекомендации по организации деятельности информационно-библиотечного центра, поскольку все мы в ближайшем будущем по концепции станем именно такими центрами, и по пополнению фондов библиотек. Следующий сайт, который тоже дает достаточно много информации, мобилен, это информационный портал школьных библиотек России. Обязательно загляните на этот сайт, он тоже содержит очень много полезной, практичной, я бы сказала, даже информации. С левой стороны вы видите представленные колонки информации, также есть раздел «Нормативно-правовое обеспечение». Если вам необходимо, вы кликаете туда, видите опять иерархию документов, которые представляет этот сайт, и можете спокойно ознакомиться с тем или иным документами. В общем, вот такие вот два замечательных сайта, которые будут вам полезны и удобны. Итак, это то, что касалось нормативно-правовой базы. Естественно, вторым разделом нашей лаборатории является основная внутрибиблиотечная документация. Любая проверка, которая приходит к вам, любая сдача библиотеки, передача фонда всегда начинается с основной документации. Документация должна быть всегда в порядке, потому что это показатель вашей работы. Что представляет собой документация? Во-первых, это общая документация школьной библиотеки, это документация по основному фонду и документация по учебному фонду. Что входит в общую документацию по школьной библиотеке? Это положение школьной библиотеки. Оно есть у всех библиотек. Я уверена, такого не может быть. Наконец, положение в библиотечном фонде. В каких-то школьных библиотеках такого положения нет. Но я вам просто рекомендую, если у кого его нет, пожалуйста, его создайте, этот локально, вместе со своей администрацией, и чтобы оно у вас было. Поскольку оно очень много облегчает и регламентирует вашу работу именно с библиотечным фондом. Паспорт библиотеки, правила пользования школьной библиотеки, функциональные обязанности, годовой план и годовой анализ. И вот я вам приблизительно покажу, как выглядит у меня в электронном виде, чтобы вы представляли себе. Сейчас мы с вами посмотрим. Вот так выглядит положение школьной библиотеки. Типовое положение школьной библиотеки есть и в открытом доступе. Типовое положение школьной библиотеки печаталось в журнале «Школьная библиотека». Всегда оно утверждается директором школы. Обязательно оно утверждается приказом и педагогическим советом. Что я хочу, на что я хочу обратить внимание? Иногда библиотекаре говорят, я специально поместила здесь документ прошлого года, чтобы обратить наше внимание. В первой части, особенно касающейся 1.1, я специально выделила. Всегда обращайте внимание на те законы, на которые вы делаете ссылки. Законы меняются, вносятся поправки и какие-то изменения. Поэтому, если внесена определенная поправка, эта поправка обязательно должна быть отражена в положении библиотеки. И точно так же в любых локальных актах. Дальше. Положение в библиотечном фонде. Тоже есть у нас в библиотеке. Покажу его, как оно выглядит. Аналогичный такой же локальный акт, который утверждается директором. Типовой. Также идет ссылка на основные положения. Здесь вы прописываете основные понятия, которые используются в библиотечном фонде. Порядок организации с этим фондом. Вы можете прописать порядок по учету и сохранности. И ответственность участников процесса, кто имеет дело с библиотечным фондом. Следующий момент, который я также хотела акцентировать ваше внимание, это паспорт библиотеки. Не во всех школьных библиотеках я столкнулась, что имеется паспорт библиотеки. Этот документ должен быть у вас и обязательно он должен обновляться на 1 сентября текущего учебного года. Давайте вот посмотрим на приблизительно на титульный из паспорта библиотеки. Что меняется обычно здесь? Во-первых, ваша организация может поменяться руководитель. Поэтому, если на 1 сентября у вас новый руководитель, соответственно, вы должны в паспорте внести свои изменения. Далее, если у вас новый сотрудник, один уголился, второй пришел. Вы не оставляете фамилию старого сотрудника, который трудился до вас несколько лет назад. Обязательно должна быть вписана ваша фамилия. То официальное лицо, которое заведует библиотекой. Обязательно обращаем внимание на год. То есть, вы меняете. Я специально вам показываю документы более прошлого года, чтобы на них показать типовые ошибки. Паспорт библиотеки очень мобильный документ. Он содержит сведения, начиная от материально-технической базы, кончая информационными ресурсами. Далее, у вас может поменяться площадь библиотеки. Допустим, вы базировались на третьем этаже с нового учебного года, вас перелили, например, на первый этаж, и у вас совершенно другая площадь. Обязательно все это изменяется. Материально-техническое обеспечение библиотеки также меняется с года в года. Например, у вас появились новые компьютеры, у вас появилась мультимедийная установка, у вас поменялась мебель и так далее. Все это также отражается. То же самое касается и сведений о кадрах. Есть библиотеки, где трудится один сотрудник, есть информационные центры, где сотрудников трое. У них меняется, они могут меняться, у них меняется образование и так далее, и так далее. И нагрузка. Меняется ваш стаж, не забывайте про это. Кроме того, если вы были на курсах, прошли курсы повышения квалификации или переучились, допустим, вы были педагогом, получили образование библиотекаря или наоборот, обязательно отражайте тоже это в паспорте. Если вы получили какие-то награды, грамоты, это также находит свое отражение здесь. Ну и наличие отчетной документации и сведения о фонде. Фонд это плавающая цифра, вы все прекрасно знаете, она может в сторону уменьшения, в сторону увеличения идти. Все зависит от того, сколько прибыло, сколько убыло. Все это также вы отражаете в своих документах и основную вашу работу. Вот что я хотела обратить внимание на паспорт библиотеки, чтобы вы имели в виду. Ну а мы с вами смотрим дальше. Следующий момент это... Сейчас, минуточку. Следующий момент это правила пользования библиотеки. В каждой школе свои правила пользования библиотеки. Существуют типовые, я вам говорила, они есть и в открытом доступе, вы можете их найти. Очень хорошо разработаны они в журнале «Школьная библиотека» представлены. Вы можете лишь варьировать их под свою школу. То есть в каких-то школах, например, роспись учеников в читательском формуляре берут седьмого класса, где-то это начинает с пятого класса. Решаете вы сами и обосновываете грамотно. Дальше. Функциональные обязанности есть в каждой библиотеке, обычно делается директором школы. Если у вас две ставки, значит это функциональные обязанности заведующего школьной библиотеки и библиотекаря. Если это одна, значит на одного человека. Годовой план работы составляют все, наверное, школьные библиотекари. Обязательно его делают к началу учебного года. А вот годовой анализ работы встречается не во всех школьных библиотеках. Давайте я вам покажу приблизительно, что должен представлять собой годовой анализ школьной библиотеки и как выглядит он у нас в школе. Специально для вас тоже показываю годовой анализ за предыдущие года, чтобы показать те изменения, которые у вас меняются. Утверждается всегда директором школы анализ библиотеки. Далее. В нем вы прописываете, за какой учебный год вы делаете. Далее. Прописываете основные задачи, которые вы ставили на текущий год. И свои контрольные показатели. Чем удобен годовой анализ? Вам не нужно никогда искать цифры. У вас всегда цифры за текущий учебный год будут под рукой. Вы четко знаете свою книговую выдачу, свои посещаемость, читаемость, обращаемость. В годовом анализе вы обязательно прописываете всю работу по направлениям, которых вы вели. Не только сколько мероприятий и сколько выставок вы провели, а всю текущую работу. Начиная работу с нормативными документами, с нормативной базой мы как раз и познакомились. Что вы делали, что вносили, были ли какие-то изменения, что вы исправили, что вы убрали. Далее. Основные большие крупные мероприятия, которые проходили республиканские. Освещаете индивидуальную работу, массовую работу и так далее. Национальное воспитание учащихся, другиязычие, трехязычие, если у вас есть. Работу с фондом учебной литературы, работа с информационными ресурсами, работу с АБИС и так далее, и так далее. То есть объем анализа должен быть достаточно большой и глубокий. Следующий вопрос. Это основная общая документация по основному фонду школьной библиотеки. Итак, это дневник работы школьной библиотеки, это инвентарные книги. Библиотеки, наверное, он у вас у каждого есть. Вот так он выглядит. Обычный стандартный бумажный, который многие ведут, состоящий из трех частей, в которых мы фиксируем. Это массовая работа, это учет состава читателей, учет выдачи изданий. Многие школьные библиотеки уже перешли давно на электронный читательский дневник, дневник библиотеки, извините, оговорилась, который им удобно считать, но действительно и заполнять. Инвентарные книги должны храниться у вас в школьной библиотеке. Они подлежат постоянному хранению, в которых мы присваиваем инвентарные номера. Обычно в инвентарных книгах мы отражаем художественную литературу, популярную, справочную литературу, та, что приходит. Но не забудьте, что учебники, учебные пособия, которые приходят количеством менее 10 экземпляров, также присваивается инвентарный номер. Книга с умарного учета накладные тоже должна быть у вас в библиотеке, есть она и у нас. Сейчас я вам покажу. Книги с умарного учета бывают различного вида. Вот такой стандартный, например, на определенный, например, может быть на художественную литературу, может быть на учебную литературу. В нашей библиотеке у нас книга с умарного учета библиотечного фонда «Единая», которая собирает из двух частей, отражает и учебную литературу, вот она отражает и художественную, и диски, и брошурованный фонд, отражает двухязычную литературу, то есть позволяет в одном месте сконцентрировать сведения о суммарном учете полностью библиотеки. Обязательно у вас должны быть накладные, поскольку первое, что один из основных учетных документов, накладные, по которым к вам приходит библиотечный фонд, библиотечный фонд приходит. Накладные должны быть с росписью лица, который выдал вам, с вашей подписью, что вы получили, обязательно должна быть печать. Накладная обязательно отражается в книге суммарного учета, об этом не забудьте, поскольку это является учетный документ, и в процессе списания, когда вы начинаете работать по списанию с фондом, как раз опираетесь на накладные и книгу суммарного учета. Ну и, наконец, читательские формуляры или абисс, как я говорю сейчас. Те библиотеки, которые работают еще в прежнем режиме, я бы так сказала, в основном, конечно, фиксируют книговыдачу и читателей через читательские формуляры. Каждый читатель имеет читательский формуляр, они расположены по классу, внутри по алфавиту. Ну а те библиотеки, кому посчастливилось иметь автоматизированные библиотечные системы, например, вот как у нас в школьной библиотеке, Руслан, школа, значит, читатели отражаются как раз-таки в этой системе. Однако, приходится, ну, нескоро вести двойной учет, поскольку отражать приходится книговыдачу и в читательском формуляре, и в автоматизированной библиотечной системе. Ну а мы с вами двигаемся дальше и переходим к общей документации по учебному фонду в школьной библиотеке. Сразу вы видите, что в основе основ это заказаны учебники и учебные пособия, это информация о обеспеченности учащихся учебной литературы, это акты движения фонда, книги суммарного учета накладные, картотеки учебников учебных пособий и журнал выдачи учебной литературы по классам. Обязательно в порядке у вас всегда должны быть заказаны учебники и учебные пособия. Любая проверка, будь то Рособранадзор, либо конфликтная ситуация, которая изучает, почему вы не обеспечили теми или иными учебниками, почему вы не смогли. У вас всегда должен быть документ, в котором вы четко можете показать, что в таком году вы заказали, например, технологии 80 учебников, вам пришло всего 20 или 30, а может быть вообще не пришло, поэтому вы не имеете на данный момент обеспечить этими учебниками тот или иной класс или параллель. Заказы на учебники составляются совместно с руководителями методических объединений и заучими, курирующими библиотеку, а также директором. Перед тем, как делать заказ, необходимо дать для ознакомления федеральный перечень с предложенными учебниками для заказа. Только после этого мы можем вписывать заказ в тот или иной учебник. Самостоятельно формировать заказы. Без решения учителя-предметника и руководителя МО мы не имеем права. Для того, чтобы не обезопасить, а как бы грамотно составить, наверное, так скажем, у вас обязательно должен быть протокол и внизу заказа должны быть подписи всех руководителей МО. Кроме того, обязательно ваш заказ должен согласовать методист по ресурсному обеспечению вашего района. Подпись такая необходима, особенно, я вот говорю, когда идут конфликтные ситуации, чтобы можно было грамотно обосновать, почему ситуация такая в вашей школе сложилась. Вам это очень поможет. Далее вопрос. Информация об обеспеченности учащимися. Очень часто запрашивают такую информацию. Эта информация должна быть под рукой. Все мы делаем барс-отчетность, начиная с сентября месяца, где отражаем именно обеспеченность учебной литературы. Многие барс-отчетность оставляют обычно в электронной форме. Она хранится там, в барс-отчетности, но я настоятельно вам рекомендую вытаскивать эти документы, по-простому говоря, распечатывать, подписывать у руководителя и хранить у себя. Чем хорошо? Во-первых, цифры обеспеченности всегда перед глазами. Не надо заходить в барс-отчетность. Вы всегда можете проследить динамику, когда составляете барс-отчетность на следующий текущий год. Посмотреть вам очень будет удобно. Далее, еще не забывайте о такой справке, как информация об обеспеченности учащимся. Во многих школах ее нет, я вам покажу. У нас такая справочка делается. Сейчас мы вам ее покажем, как она выглядит. Подается она в начале года заучу, который курирует школьную библиотеку. Также вам показываю специально, то есть более поздние варианты, чтобы вы видели. Значит, у вас не должно быть год из года стоять. Если вы составляете, значит меняете год. Дальше. Теперь обязательно меняете, сколько количества человек у вас обучается, как идет процент обеспеченности у вас по звеньям, то есть с первого по четвертый, с пятого по девятый и десятый одиннадцатый. И прописываете, какие у вас, например, те учебники, которые у вас не хватало в том и ином году. Вот видите, вот у меня, что касается нашей воли, ИЗО, музыка, физкультура, технология. Видите, с учетом того, что этих учебников не хватает. Это реальная картина, которая есть. Она всегда у вас, эта справка под рукой, на нее всегда легко оперироваться. А также любой рабочий момент, касающийся обеспеченности, позволит вам грамотно, математически доказанно объяснить ситуацию по формированию обеспеченности в вашей библиотеке. Акты движения фонда. Акты движения фонда – это наши рабочие акты, которыми мы работаем в течение года. Вы работаете, точнее, коллеги уважаемые. Вот специально показываю вам из печатной формы, третья папочка, вот так она выглядит в лаборатории, называется «Акты движения библиотечного фонда». Что включает в себя акты движения библиотечного фонда? Ну, это акты об исключении библиотечного фонда. Обычно мы делаем такие акты один раз в год. Основная причина исключения актов в последнее время – несоответствие в ГОС или полная замена. В этом году пришел в основные школы десятый класс, значит, мы имеем право поменять десятый. Кто не списал, может быть, девятый. Дальше. Исключение может из библиотечного фонда проходить по причине ветхости, то есть учебники пришли в полную негодность или художественный фонд пришел в полную негодность. Либо учебники утеряны читателями, такое тоже может быть. Кроме того, может быть, например, небольшое такое неприятное событие, или потоп, или что-то случилось. Также повреждение вы можете исписать по этой статье. Дальше. У вас могут быть акты пожертвования о безвозмездной передаче, или, по-простому говоря, грамотно акты дарения, которые к вам приходят. Это ваши меценаты, это ваши спонсоры, которые дарят вам новые книги, которые приходят с накладными, с ценами. Вы составляете такие акты, которые прописываете и ставите на учет, если они имеют. Это акты списания, выбытия, по-другому говоря, когда вы списываете акты в конце учебного года или на начало текущего учебного года. Ну и акты недостачи книг в партии. Такое тоже бывает, к сожалению, когда получается партия, и затем оказывается, что в партии учебников он вас может не хватать. Обратите внимание, вы можете смело работать с этими актами, они все правомочные и имеют место быть. Далее. Книга суммарного учета и накладные. Долго говорить об этом не будем. Я вам показала. Точно такая же книга. Если у вас идет деление отдельно учебные фонды художественные, у вас может быть две такие книги. Если как заведено в нашем районе, может быть единое, которое суммирует эти два направления, два основных фонда. Ну и картотека учебников учебных пособий. Обязательно она у вас должна быть. Пришла у вас новая партия учебников учебных пособий. Составляется данная карточка. Вливается она в эту картотеку. Прописывается обязательно количество. Цена с учетом НДС. Пожалуйста, не забывайте. И обязательно прописывается номер накладной, по которому вы получили. В каком году. Чтобы затем при списании вам легко было найти эту накладную. Сделать пометку. И внести в акт в обыдь. Ну а мы с вами двигаемся дальше и переходим к третьей части нашей лаборатории, которая называется формирование фонда библиотечно-информационных ресурсов. Поскольку разработана концепция, дорожная карта о том, что вскоре многие из нас, а уже некоторые, имеют такое счастье, можно сказать, стать информационно-библиотечными центрами. Которые функционируют как крупные школьные библиотечно-информационные центры. Основное направление мы будем уделять, естественно, формированию фонда библиотечно-информационных ресурсов. На что же необходимо опираться в этой работе? На что обратить внимание, дорогие мои коллеги? Хочу вам сегодня подсказать, поделиться, как это у меня происходит. С чем работаю я? Может быть, что-то вы возьмете на вооружение, и вам будет просто полезно. Ну, начнем мы. Опять во главу угла ставим нормативные документы. Это наше положение, любимые приказы, методические рекомендации. Долго говорить не буду. Об этих документах мы поговорили, мы их посмотрели. Далее. Хочу обратить внимание на такой раздел, как приказы. Мы получаем, наверное, каждую неделю с вами приказы Министерства образования Республики Татарстан, который, в свою очередь, ссылается на приказы Министерства просвещения Российской Федерации. Дальше мы получаем с вами приказы с изменениями в федеральном перечне. Все эти приказы должны быть у вас обязательно, особенно, что касается по изменениям федерального перечня. Кроме того, обратите внимание на приказы, которые сейчас мы говорили. Это приказы списания, поступления, проверка фонда и так далее. И методические рекомендации. Что же представляет современный состав гиблиотечно-информационных ресурсов? Ну, если вы посмотрите на таблицу, обратите внимание, он делится на две большие части. Это библиотечные ресурсы и информационные ресурсы. Гиблиотечные ресурсы все понимают прекрасно, из чего они состоят. С этим мы работаем каждый день. Это наш фонд основной. Это система каталогов и картотек, которые у нас есть. Фонд представлен у нас в основном это фонд учебной литературы, художественной литературы, отраслевой, справочной, методической. А также это фонд временного хранения, так называемые брошюры. И фонд периодических изданий, который периодически у нас обновляется. Ну и, наконец, информационные ресурсы, информационные ресурсы, которые имеются сегодня, наверное, тоже в каждой библиотеке. Может быть, в минимальном количестве. У кого-то они представлены в достаточно широком виде. В нашей школьной библиотеке мы работаем с информационными ресурсами, которые можно четко представить в виде трех основных, ну, таких, наверное, ступенек. Во-первых, это информационные ресурсы для школьных библиотек. Это ресурсы, которые есть в открытом доступе на сайтах. Сегодня я познакомлю, где вы можете их взять, как ими пользоваться. Это информационные ресурсы, которые имеются в свободном доступе. Вы можете найти их в интернете, воспользоваться ими, и ваши дети, ваши преподаватели, ваши ученики. Ну и те ресурсы, которые вы создаете сами у себя в библиотеке. Если мы посмотрим на геограмму таких ресурсов, которые мы используем, то увидим, что, ну, самые, которые мы часто используем, часто применяем в своей работе, это информационные ресурсы, которые предназначены именно для школьной библиотеки. Более редко мы используем сетевые ресурсы, ну, и пользуемся своими собственными, как правило, при проведении мероприятий или на каких-то выходя на конференции, методические объединения, где делимся своими и показываем свои ресурсы конкурсами. Где же найти основные интернет-ресурсы для школьных библиотек? В начале своей лекции я вас познакомила с сайтом Русской школьной библиотечной ассоциации Таршеба. Так вот, в левой стороне вы также находите колонку, которая называется «Интернет-ресурсы для школьных библиотекарей». Кликаете и увидите, что здесь представлены основные интернет-ресурсы, которые вы можете взять. Это информационно-справочные порталы, это списки лучших детских книг, это электронные версии журналов, это и электронные библиотеки, это и интернет-сайты писателей, и учебно-педагогическое издательство. Все это вы смело можете использовать в своей работе для удобства, это вы можете использовать на методических объединениях, вы можете рекомендовать это учителям, родителям, использовать для работы на своем сайте. Поскольку мы сейчас работаем с вами не в простых условиях, и уже вот идет, можно сказать, второй этап таких условий, первый мы с вами испытали на себе весной текущего года, я вам очень рекомендую зайти на YouTube, я знаю, что, наверное, многие являются пользователями YouTube, смотрят там для себя много увлекательной, полезной информации, но вы можете заглянуть туда и с профессиональной точки зрения, и зайти в поисковинске, найти ФИМС «Ушинка», где вашему вниманию представит очень много подборок, большая подборка, значит, электронных и информационных ресурсов, которые раскрывают работу школьных библиотек в условиях самоизоляции. Далее вы увидите там лайф-паки для работы школьной библиотеки в режиме онлайн, и можете пройти дистанционное обучение вместе с библиошколой. Четыре ресурса стали востребованы в последнее время, я хочу обратить ваше внимание, и если вдруг каким-то образом нам придется перейти на дистанк, не хотелось бы, конечно, этого, но все может быть, или даже если мы останемся работать в прежнем режиме, уважаемые коллеги, обязательно зайдите на эти информационные ресурсы, и посмотрите, там очень много можно взять для себя. Итак, ресурс, который был очень востребован, библиошкола. Это электронная библиотечная система для сопровождения учебного процесса. Содержит очень много видов дополнительной литературы и контента. Что там есть? Визуальный, аудиоконтент, интерактивный контент для учебы. Достаточно большая система дистанционного образования. Которая как бы вот входит в систему дистанционного образования, можно так сказать. Которая содержит более 15 тысяч электронных изданий. Это и учебная, и методическая, художественная литература, справочная. Вы можете использовать ее для проектной деятельности раз, для внеклассного чтения два, для подготовки к ЕГЭ и всевозможные. Следующий контент, следующий ресурс, который называется «Читающая школа», то есть новый информационный ресурс электронный. Его создала как раз-таки русская школьная библиотечная ассоциация. Именно он идет для школьных библиотек. Замечательный ресурс, мы немножко потом посмотрим его позже. Третий ресурс, на который я бы вам хотела обратить внимание, это аналитик чтения. И последний ресурс, проектная работа школьников называется. И вот перед вами скриншот вот этого ресурса, о котором я вам говорила, самого популярного библиошкола. Так он выглядит, вы можете зайти. На ресурсе представлены и учебники, хрестомати, справочники, периодические издания, помощь родителям, вы видите, можно посмотреть, внегласное чтение и так далее. Следующий ресурс, «Читающая школа», новый ресурс, который также представлен, я вам говорила, для российских школ. Теперь обратите внимание, на разделе «Читающая школа» вы можете найти для себя еще и электронную цифровую версию журнала «Школьная библиотека», кто не может подписаться на него, цифровую версию журнала «Читайка» и так далее. Кстати, коллеги, я совсем забыла сказать, надо сказать большое спасибо журналу, сайту «Библиошкола», сайту «Библиошкола», который предоставил бесплатный доступ для учеников до 15 июня, по-моему, если мне не изменяет память. В нашей школе была такая ситуация, когда дети выехали за пределы Казани, учебники остались у них дома, там, где они находились, учебников не было, поэтому мы на сайте школы разместили ссылки через сайт «Библиошкола» к этим учебникам. Доступ был бесплатный, родители могли воспользоваться, скачать для своих детей те или иные учебники, которые необходимы были для подготовки к работе. Следующий, третий, информационные ресурсы в свободном сетевом доступе. Эти ресурсы есть в открытом доступе. В нашей школьной библиотеке, в медиатеке, вот с правой стороны расположенной, они все закачаны на компьютеры, поэтому в любое время учащийся может подойти, открыть ссылку на этот ресурс, зайти, воспользоваться. Также этим ресурсом пользуются библиотеки у нас учителя, коллеги. И начнем мы, наверное, с самого популярного, Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов «Образовательная среда». Многие, наверное, знают этот ресурс, он очень понятен, очень доступен, им легко пользоваться, представлены различные предметы, идут классы и учебные пособия. Зайдите на этот сайт, много говорить не буду, нужно видеть, нужно пробовать и искать информацию. Следующий ресурс, который используют многие родители, и я, как родитель, использовала в свое время, это «Домашняя школа интернет-уроков». Очень удобен он, когда ребенок пропускает школу, либо болит, либо когда непонятно ребенку. Та или иная тема, открывается этот интернет-урок, в доступной форме все дается, преподносится информация. Вы тоже можете иметь ссылку на этот интернет-урок у себя в школьной библиотеке, когда детям необходима дополнительная информация. Ну и третий ресурс, который я хочу, это «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Представлен достаточно большим каталогом ресурсов, по среднему полному образованию около 5938, находятся таких ресурсов, по основному, в общем, образованию более 10 040. Ну и собственные ресурсы. Каждая школьная библиотека за эти годы создавала определенный информационный ресурс. В 2016 году, когда мы были на курсах ИРО, мы познакомились с созданием такого информационного ресурса, как буктрейлеры. И вот с этого года в своей работе я стала использовать буктрейлеры, которые я создавала сама при проведении определенных мероприятий. Это были обычные штатные мероприятия, которые мы проводим со школьником. Либо это буктрейлеры были, которые шли на какие-то определенные конкурсы. Сейчас я вам покажу, сколько буктрейлеров у меня. Так, сейчас, минуточку. У меня, вот вы видите, здесь представлено более шести буктрейлеров. На самом деле их более больше, самые лучшие. Эти буктрейлеры многие участвовали в профессиональных конкурсах и даже имеют какие-то достижения. Мне очень приятно, что труд обычного библиотекаря так оценили высоко. И я бы хотела вам показать свой небольшой буктрейлер. Сейчас, видите, он откроется у нас, посмотрим. Так, наверное. Этот буктрейлер был создан в году Толстого, Льва Николаевича Толстого в Республике Татарстан по знаменитому произведению Льва Николаевича Толстого Анна Каренина. Вы знаете, буктрейлер получился достаточно высокого уровня, я хочу сказать. Он участвовал в Республиканском конкурсе, который проводил Республиканская юношеская библиотека. Что очень приятно. Мой буктрейлер использовали наши коллеги из города Казани, когда проходили мероприятия, посвященные Льву Николаевичу Толстого. Ну а мы с вами двигаемся дальше и переходим в заключительные части наших информационных ресурсов, мониторинг фонда библиотечных информационных ресурсов. Ну, само слово «мониторинг» не должно вас, уважаемые коллеги, пугать. Почему? Потому что этим занимаетесь вы каждодневно, каждомесячно, каждый год. Основные показатели – книгообеспеченность, обращаемость, читаемость, обновляемость – хорошо вам знакомы. Вы даете статистические данные по этим показателям, и на эти показатели ориентируется администрация, ориентируется методистри при анализе работы в вашей школьной библиотеке. Ну, книгообеспеченность. Про этот показатель мы с вами говорили уже. Книгообеспеченность вы даете по учебному фонду, это барс отчетности, а вот когда вы будете делать анализ работы, помните, мы говорили, обязательно прописывайте книгообеспеченность с учетом и учебного фонда, и фонда художественной литературы. Книгообеспеченность обычно у нас составляет нормы для учебного фонда. Один учебник должен быть принадлежать, должен быть у одного ученика, ну, а основной фонд около 10 экземпляров книг должно приходиться на одного ученика. Следующие показатели – обращаемость, читаемость – хорошо вам знакомы. Вы каждый, наверное, подаете два раза в год критерии оценки эффективности деятельности школьного библиотекаря. Как раз-таки вот в этих критериях под первым и третьим номерами проходят вот эти два наших показателя работы. Вообще норма считается один для специализированного фонда. У нас, у школьных библиотекарей, обращаемость по критериям составляет 0,8 и 1,4 – плавающая динамика. И читаемость также, если она идет, норма считается 20-30, то у нас, у школьных библиотекарей, она ниже составляет 17-22. Ну, как правило, обращаемость, читаемость у всех достаточно высокая, все укладываются в эти рамки. Ну, а вот четвертый показатель – обновляемость фонда, конечно, очень болезненный для нас, поскольку связан с той обновляемостью фонда, с которым мы складываемся, ну, наверное, ежемесячно, ежегодно. Если мы посмотрим вот на фонд моей библиотеки, который сегодня составляет 20 900 с учетом списаний, выбытия, с учетом прибытия, основную часть фонда, вы видите, составляет учебный фонд литературы. Чуть меньше это у нас идет художная литература, затем отраслевая, справочная и учебный наносителях. Также неординарно будет и комплектование библиотеки, школы литературы электронными изданиями. Вот с 15-го года мы взяли динамику, посмотрели, как же у нас идет комплектование. Обратите внимание, что динамика очень различна. Что оказывает влияние на комплектование библиотеки литературы? Во-первых, это сколько выбыло, сколько прибыло. Были акты дарения, была закупка централизованная. Что поступало? Вы видите, в какие-то года достаточно низкое количество фондов. Далее, общая оценка состояния фонда. Тоже, если мы представим ее в форме такой диаграммы, увидите, что можно четко проследить, что обновляемость фонда, к сожалению, это одна из самых маленьких цифр, низкий показатель, нет, потому что фактически поступление, которое официально ставится на учет, достаточно маленькое. Ну а мы переходим с вами к системе работы по формированию информационной культуры личности. Итак, что же такое информационная культура и как работать в этом направлении, на что обратить внимание, сейчас мы разберем наш четвертый раздел лаборатории заведующей школьной библиотеки. Информационная культура – это способность общества эффективно использовать информационные ресурсы и средства информационных коммуникаций, а также применять для этих целей передовые достижения в области развития средств информатизации и информационных технологий. Только что мы с вами разобрали информационные ресурсы, мы посмотрели средства информационных коммуникаций, и теперь с вами четко на практике посмотрим, каким образом работать в этой направлении. Итак, если мы представим информационную культуру личности библиотеки школьной, можно поделить на два основных направления. Это основы библиотечно-библиографических знаний и основы информационной культуры. Ну, основы ББЗ, так обычно говорят профессионалы-библиотекари, все знают. Это библиотечно-библиографические уроки, которые вы все проводите, начиная с первого класса. Это и первое посещение библиотеки, знакомство с книгой, структура книги. Это работа со словарями, справочниками, работа с учебным фондом. Дальше. Всевозможные беседы и лекции, которые на всевозможные темы вы также проводите, уважаемые коллеги. Консультации групповые, индивидуальные. Обязательно не забывайте про это направление работы, которое вы проводите ежедневно, работая либо с индивидуальным учеником, либо когда к вам приходит группа. Либо это могут быть преподаватели, либо ученики. Информационно-познавательные часы. Как правило, такой час один раз мы проводим. Это у нас напрямую связано с теми задачами, темами, которые обычно предлагает нам завуч по воспитательной работе. Экскурсии в библиотеку. Я знаю, что многие работают и в этом направлении. Даже несмотря какая маленькая библиотека у меня, и мы проводим такие экскурсии. К нам, например, до определенного периода, до пандемии, приходили воспитанники детского сада, которые будут в будущем учениками нашей школы и знакомились с нашей библиотекой. Ну и рекомендательные списки библиотеки. Основы информационной культуры. Основы информационной культуры составляют информационные ресурсы, алгоритмы поиска информации, аналитика, синтетическая обработка и технологии подготовки информационных процессов. Так что же такое вообще информационная культура и информационная, как ее использовать благодаря своим знаниям, умениям, как применить ее для того, чтобы действительно качественно подать информацию детям и она потом должна быть им полезна. Информационная культура – это набор знаний, умений, навыков поиска, отбора, ранжирования и предоставления информации, необходимой для решения учебной и практической задачи. Где и как найти информационную культуру, точнее источники, которые помогли бы нам преподнести эту информационную культуру о фокусе школьного образования. Если вы зайдете на сайт РШБА, там есть специальный раздел, который называется «Основы информационной культуры» или «Информационная культура в образовании», на которой представлены основные методики, новые статьи, новые книги, как раз такие, которые написаны по этой теме. И вот среди них большое значение имеют книги Натальи Ивановны Гендины, с которыми я хочу познакомить вас и вам показать, касающиеся «Основы информационной культуры в школе». Есть такие книги сегодня и у нас, сейчас я вам покажу у меня их, вот они выглядят вот таким образом, вот они у меня в руках. Значит, эти учебники, можно так сказать, учебно-методические, этот учебно-методический комплекс написан на различные возрастные категории. Первый, второй класс, есть третий, четвертый, затем идет пятый, седьмой. Эти сборники есть в библиотеке Института развития и образования, кого заинтересует, может обратиться туда и посмотреть. Чем хороши эти учебно-методические комплексы? Они достаточно объемные, но не пугайтесь, я сейчас возьму в руки основы информационной культуры школьника для первых и вторых классов и постараюсь поподробнее ознакомить вас с ними. Значит, содержат они четкую, достаточно простую разработку, если вы откроете, по определенной теме. Тема эта раскрывается в нескольких уроках. Уроки имеют, можно сказать, даже как бы рабочую программу урока. Здесь прописана и цель урока, и задачи, и код урока, теоретическая часть урока, практическая и те задания. Те библиотекари, которые занимаются внеурочной деятельностью, особенно педагоги-библиотекари, педагоги-библиотекари, которые начали, у которых в часах стоят внеурочные уроки, вы смело можете взять и в качестве основного курса вести, вот как раз-таки основы информационной культуры школьника. Разрабатывать ничего не надо, в этой книге полностью разработано все от и до. Кроме того, каждому методическому комплексу есть вот такой вот диск, который вы можете использовать в своей работе. В свое время мы были в одной из школ города Казани, где библиотекарь уже использует в своей работе как раз-таки вот этот учебник основы информационной культуры, используя диски, и мы посмотрели, как это можно использовать в своей работе. Поэтому, если вам будет предложено провести в процессе неурочной деятельности определенный курс, выдумывать ничего не надо, все это сделано за вас, смело берете вот этот учебник основы информационной культуры и используйте в своей работе. Все есть от разработки урока до презентации. Я хочу еще вернуться назад и обратить внимание на алгоритмы поиска информации. Когда вы работаете с основой информационной культуры, вы обязательно должны уделять внимание такому направлению, как искать информацию. Конечно, в разделе информатики, науку информатики этих детей учат уже профессионально, как, каким образом искать на каких сайтах. Но вы, как библиотекарь, начинаете намного раньше. Поэтому, уделите внимание как раз таки урокам, посвященным поиску информации. Далее, аналитика, синтетическая обработка документов. Слово не должно пугать вас. Помните, в первом разделе нашей лекции мы говорили о ГОСах. Как раз таки аналитика, синтетическая обработка документов связана с ГОСами. Как описывать статью, как описывать учебник, как описать книгу, как описать наготовник и так далее, и так далее. Берете обычный ГОС, который я вам показала, и смело можете по нему объяснять, адаптируя его, естественно, для детей и рассказывать о том, как обработать тот или иной документ. Ну и технология подготовки информационных продуктов касается, конечно, более старших классов. Это когда дети создают рефераты, создают определенные сообщения, и необходимо составить статью, список литературы, подать список информационных ресурсов, интернет-ресурсов. Как раз таки вот в этом разделе, также ориентируясь на ГОС, вы можете всю подавать информацию. Эти как бы две темы перекликаются. Ну а мы переходим дальше к пятому разделу нашей лаборатории, которая называется «Организация работы по повышению уровня читательской компетенции». Очень много говорится в последнее время о читательской компетенции. Что такое читательская компетенция? Это постоянно развивающая совокупность знаний, умений и навыков, то есть качество человека, который он совершенствует на протяжении всей своей жизни. Последние годы на мероприятиях, которые проводились для школьных библиотекарей в городе Казани, уделялось большое внимание именно читательской компетенции и как библиотекарь, именно библиотекарь, а не педагог, влияет на формирование читательской компетенции. Естественно, формирование читательской компетенции проходит с помощью литературы. С помощью знаний, законов, правил новой литературы мы позволяем, как библиотекарь, планировать и осуществлять самостоятельную креативную работу по освоению художественных текстов. Позволяем нашим детям, прочитав ту или иную книгу, осознав тот или иной текст, как раз повлиять на формирование вот такой компетенции у ребенка. Много говорить на эту тему, наверное, я не буду, а сделаю отсылку вам на замечательный сайт. Помните, я вам говорила, один из сайтов, который актуален стал с весны этого года, называется он «Аналитик чтения». Зайдите на этот сайт, он как раз посвящен читательской компетенции. Если вам предстоит подготовить статью и связать ее с развитием читательской компетенции, если вы хотите расширить круг своих знаний и вообще понять, что такое читательская компетенция, какая работа проводится в школе, вы можете зайти на этот сайт, посмотреть основные структурные разделы, инструкции на этом сайте. Сейчас мы откроем его, плохо видеть. Сайт этот создан психологами, педагогами, методистами и он как раз таки в помощь тем, кто занимается смысловым чтением письменных текстов у школьников. Это младших касается классов и средних классов. Я думаю, что сайт будет интересен и принесет вам очень много интересного. Ну а мы в библиотеке, каким образом можем формировать, через какие технологии можем оказывать влияние на формирование читательской компетенции? Во-первых, это информационно-коммуникационные. Далее, это игровые моменты, те мероприятия, которые проводят у нас в игровой форме, личностно-ориентированная и проектная деятельность. В последнее время она очень популярна и актуальна, и мы поговорим сегодня на второй лекции про проектную деятельность, каким образом можно. Не забываем, что формируя, работая в направлении формирования читательской компетенции, мы работаем вместе. Это с родителей, это и учителя, это и обучающиеся. Не вы, библиотекарь, как один, должны оказывать влияние на формирование, а вместе все работаем как бы в общей системе. Ну вот, собственно, и все, уважаемые коллеги. Лекция получилась про лабораторию достаточно обширна, но, думаю, тот материал, который я вам представила, вы можете использовать в своей работе. Надеюсь, вы для себя сегодня подчеркнули много полезного, с вами, которую возьмете. Может быть, с чем-то вы не согласны, как профессионалы, но у каждого есть свое видение, свои работы. На то мои специалисты, на то мои коллеги, чтобы делиться с вами. Хотелось бы услышать обратную связь, ваши пожелания, может быть, что-то вас заинтересует в дальнейшем, в дальнейших своих выступлениях, о чем бы я могла с вами поделиться. Спасибо за внимание.